доброго-доброго времени суток меня зовут анна я приветствую вас на канале таро путь колесницы открывая рубрику таро сегодня мы с вами будем смотреть подсказочки подсказочки от вселенной для вас сегодня темы 3 это здоровье финансы финансы карьера так как в общем объединяем и отношения естественно да то есть хочется сделать для вас такую рубрику видео видео работает в тот день когда вы его смотрите то есть независимости от того какой день это видео вышло вы можете она может попасть в моем глаза в любой день именно когда она вас позвала притянула когда хочется посмотреть именно это видео тогда она для вас и работает ну что ж давайте посмотрим для вас подсказочки сегодня напоминаю что смотрим 33 объема здоровье финансы карьера и отношения так здоровье здоровье информация для вас подсказки для вас по здоровью в общем и целом сегодня дальше на что следует обратить внимание то есть какая опасность опасность или что-то но что-то на что вам следует обратить внимание связано со здоровьем и на что вы можете опереться дальше финансы карьера подсказка для вас в теме финансовая карьера финансы карьера сегодня дальше на что вам следует обратить внимание какая-то скрытая ситуация опасность блок на чем вы должны сейчас узнать на что вам следует обратить внимание в теме финансовая карьера и на что вы можете опереться подсказка для вас на что вы можете опереться и тема отношения отношения ваши отношения сегодня подсказка для вас теми отношения в общем и целом отношения в общем и целом для вас сегодня дальше на что вам следует обратить особое внимание и на что вы можете опереться теми отношений ну что же давайте смотреть здоровье подсказка по здоровью в общем смотрите а по здоровью что-то у вас сейчас не не совсем как бы не совсем такой я могу сказать светло-радостный период до какой-то момент идет перемен смотрите сегодня да у вас идут какие-то перемены то есть вам нужно сегодня немножечко изменить здесь идет подсказочка такая немножечко изменить свою политику действий да то есть если допустим вот ну вы знаете каждый знает свою тему да но многих это идет кровеносная система нервы сосуды кровь и жидкости то что связано с жидкостью давление да смотрите ребята кто сидел ничего не делал вот прекращайте завязывайте с этим то есть вам сейчас нужно все таки посмотреть в эту сторону вам нужно изменить свое поведение здесь и вам нужно сделать какие-то действия которые вам даже может кажется знаете ну то есть вы не хотите их делать то есть кто-то не хочет идти в больницу идите в больницу кто-то не хочет принимать какие-то препараты принимайте почему потому что вот это сидение вот это ожидание оно ни к чему не приводит эта ситуация должна измениться, то есть у вас как бы вы находитесь в таком состоянии сейчас, знаете как, я не могу сказать, что на грани, нет, это не на грани, но это ни к чему не ведет, то есть от вашего бездействия ничего не изменится, каждый из вас, кто сейчас меня смотрит, вы знаете, о чем я говорю, вот каждый в буквальном смысле слова, вы знаете, о чем я говорю, и вы знаете, каждый из вас, какие действия вам необходимо сделать, так вот, время пришло, идите и делайте, я говорю серьезно, идите и делайте, кто-то к врачу, кто-то начинайте принимать препараты, потому что сама по себе ситуация не изменится, вам нужно приложить усилия к тому, чтобы пошли перемены в лучшую сторону в вашем организме, вы начнете их делать, и у вас будут какие-то перемены, так, давайте смотреть, чего вам стоит опасаться, да, а вам стоит опасаться зоны комфорта как раз, понимаете, вы залипаете в зону комфорта, да у меня все хорошо, да у меня все нормально, да у меня все прекрасно, да у меня же все есть, понимаете, вы категорически не хотите видеть какую-то проблему у себя, да, то есть вы ее знаете, она вам фонит, это не та проблема, которая там, знаете, вообще уже раз на скорую везде, нет, но у вас есть какие-то небольшие расстройки, они небольшие на самом деле, да, но они есть, но на которые вы благополучно закрываете свои глазки, так вам говорят, опасно, не нужно закрывать свои глазки, понимаете, вылазьте, пожалуйста, со своей зоны комфорта, вам нужно начинать делать какие-то действия, вам нужно уже начать трудиться над своим здоровьем. Так, на что вы можете опереться в этой сфере? Опереться вы можете на то, смотрите, когда вы начнете действовать, у вас обязательно будет результат, этот результат будет позитивным, но вы должны понимать, что здесь нужно время. Не бывает такого, чтобы человек выпил одну витаминку и вылечился от, не знаю, от какой-то ерунды, да, то есть мы все прекрасно знаем, для того, чтобы привести себя в порядок, нужно пройти какой-то курс лечения, нужно затратить какое-то время, то есть что бы вы здесь ни задумали, а речь идет о том, что вы задумали, но то, что вы откладываете, вы знаете, о чем идет речь, вот я вам серьезно говорю, каждый из вас знает, о чем идет речь, кто-то собирался пойти давно пройти какой-то курс лечения и так далее, не буду повторяться, но речь идет о том, что вы как бы вроде как оно мне не надо, но еще идет неверие в результат, так вот результаты здесь будут, но вам нужно просто понять то, что результаты будут через какое-то время, обязательно здесь будет позитивный результат, но он будет не сразу, я надеюсь, вы меня услышали здесь в этой сфере, идем дальше. Так, давайте смотреть. Финансы, карьера, финансы, карьера, что нам здесь скажут? Смотрите, в общем и целом сейчас есть какая-то ситуация, да, есть какая-то женщина, с которой у вас есть определенного рода борьба, борьба, и здесь получается, что, знаете, как борьба интереса, может быть, сталкивается, или вы как бы меряетесь силами, силами меряетесь, но при этом, как бы, знаете, ну, вам нужно понимать, что здесь могут проходить какие-то мутности, какие-то обманы, здесь может проходить какая-то ситуация, скрытая от вас. То есть, если даже человек себя ведет зажигательно, то есть, понимаете, что здесь есть двойное дно, здесь вот вам просто нужно это знать, здесь не чистая, не чистая, открытая борьба, а здесь присутствуют какие-то обманы. Ну, прям такое, не могу понять, зачем вам это мерение силами. Смотрите, нужно приложить усилия. Вам нужно приложить усилия, чтобы вы получили свой результат. То есть, с одной стороны, вам нельзя здесь расслабляться, то есть, понимаете, что здесь проходит какая-то еще скрытая информация, которую вы не знаете, да. Мы не будем лезть, почему? Потому что все равно у каждого она своя, но вы понимаете, что то, что вам будет говориться, не воспринимайте на верочку. Постарайтесь проверить как-то, понимаете, постарайтесь проверить. И здесь говорят о том, чтобы вы добились своего результата, вам нужно обязательно приложить усилия. Но опять же, смотрите, вот моменты борьбы проходят, да. Такое ощущение, что, ага, смотрите, ребят, разные люди смотрят, разные люди. У кого-то идет борьба с женщиной, а если женщина – это вы, вот такая огненная, сжигательная, которая ведет к своим результатам, да, то вам нужно приложить здесь еще усилия. Результат будет, но нужно приложить усилия. Но опять же, не расслабляйтесь. Вот прям как бы висит эта карта здесь у нас в пространстве. Так, хорошо. Какая-то опасность, то, что вам желательно все-таки знать. Смотрите, нужно обязательно, да, получить опасность незавершенной какой-то ситуации. То есть пересмотрите свои дела, пересмотрите свою работу, где что у вас не завершено. Вот эта ситуация, которая незавершенная, она вам блокирует то, что вы хотите, понимаете. То есть она где-то оттягивает на себя энергию, где-то, понимаете, она вам вставляет палки в колеса. Посмотрите, то есть, ну, опять же говорю, наверняка вы знаете, о чем я говорю. То есть у каждого своя ситуация, но вы знаете, о чем я говорю. Если не знаете, сядьте и выпишите список дел по поводу работы, по поводу денег, что у вас не завершено, что-то кому-то обещали, не сделали, да, что не доделано. То есть это нужно доделать. Найдите самое важное из этого и доделайте, да. Если не можете доделать, потому что иногда бывают такие вещи, которые не доделываются. Если вы можете отказаться от этого, откажитесь. Если вы можете доделать, доделайте, потому что сюда уходит очень много энергии, которая вам нужна на ваши силы, на достижение результата, там, где вы действуете, понимаете. То есть найдите вот эти ваши все незавершонки и прямо их нужно закрывать. У меня такое ощущение, что здесь ни одно недоделанное дело, их несколько, их много, до 30, но у кого как, но в общем много. И получается это, знаете, как некая воронка, которая засасывает вашу энергию. Без энергии результата не будет. Хорошо, неплохо, но как бы есть, да, вы должны это знать, вы должны это понимать. Поэтому сегодня вы можете сделать хотя бы первый шаг, это выписать список этих дел, которые нужно завершить. Далее вы можете брать себе, расписать по одному делу, да, что вот тогда то, тогда то, тогда то. Выбирать, начать действовать в этом деле, в эту сторону, но начинайте закрывать. Начинайте закрывать, потому что энергия уходит прямо в воронка, вот прямо в воронка, туда энергия утекает, понимаете. Как вы можете выйти на хорошую карьеру, на хорошие финансы, если у вас энергия уходит? Ну, как бы нужно это пресечь. Так, на что вы можете опираться здесь? Смотрите, здесь вы можете опереться на род, на семью. Вам в решении ваших задач, у кого-то прямо в буквальном смысле слова, да, вот прямо говорю, как идет, кто-то должен отвезти ребенка к маме с папой и заняться карьерой, да, то есть у кого-то прямо в таком прямом смысле слова. У кого-то вы просто можете получить поддержку вашего рода, родственников, если у вас есть в роду кто-то успешный человек, да, или на кого вы хотели бы быть похожи, или кто вам может, ну, просто даже в роду, если не важно, человек жив или нет его среди нас, важно то, что этот человек успешен, вы можете обратиться за помощью, помочь вам энергетически, добиться тех результатов, которые вы хотите, потому что за вами здесь стоят стеной, вам хотят помогать, чтобы вышли на эти результаты, понимаете, у вас реально есть помощь рода, вот действительно прям. Вы направлены на дороги, говорят, идете, но вам не хватает сил, вам это силы дадут, обращайтесь. Так, хорошо. Отношения. Давайте посмотрим, что у вас с отношениями сегодня. Смотрите, вам говорят о том, что будьте осторожны, будьте осторожны с какой-то информацией, не все нужно сейчас говорить вашему любимому человеку, даже не то, чтобы не все. В общем, есть какие-то вещи, которые не нужно знать вашему другу, партнеру, стабильному человеку, есть вещи, которые, если вы чувствуете, что нужно знать, то будьте внимательны, как вы их говорите, то есть будьте мягче, вот прям будьте мягче, то есть постарайтесь не ранить, потому что вот эта вот информация, она может быть очень острая, она может здесь как бы немножко подорвать, стабильность, стабильность, и человек может подзакрыться, и вы можете подзакрыться, понимаете, то есть вас просто предупреждают, что будьте осторожны со знаниями, то есть если есть возможность что-то не говорить сейчас, понимаете, бывает такая ситуация, что вот просто не время, вот вам говорят, то лучше сейчас не говорите, ну чтобы просто не дошли вы до состояния вот этих отшельников, когда каждый развернулся в свою сторонку и пошел на подумать, да, если же ваш человек уже находится в отшельнике, или вы находитесь в отшельнике, в принципе, что тоже может быть, то есть как бы вот здесь не нужно, да, пытаться смыкать, достать, в общем, вот эти все, что колкое, острое, вот сейчас не нужно, вот какой-то такой период, знаете, когда нужно поберечь, дать возможность вот энергии про, как сказать, ну не то, чтобы устаканиться, но осесть что ли, да, чтобы острые энергии как бы ушли, чтобы появилась мягкость, чтобы появилась мудрость, в принципе, как бы, ну все хорошо, я не вижу здесь каких-то серьезных вещей, но еще раз говорю о том, что будьте осторожны с какими-то двусмысленными знаниями, с ситуациями, когда можно что-то понять, воспринять не так, вот с острыми словами, просто будьте осторожны, чтобы это не зацепило стабильность ни вашего, ни вашего человека. Так, ну здесь опасность смотрим. Опять же говорю, за двусмысленность ситуации, за вот какая-то некая подвешенность, да, то есть если вы попадете в подвешенное состояние или если ваш человек попадет в подвешенное состояние, то это вам как бы идет, дает некую здесь опасность, понимаете. Ну просто такое ощущение, что эта ситуация может затянуться надолго, понимаете, то есть если вы пойдете вот в эту, то есть если будет что-то, какие-то ситуации раскрываться, которые, опять же говорю, именно двусмысленные, они могут зависеть вас, ваша ситуация, знаете, вас просто могут как бы разъединить, вам как бы... И это может зависнуть на какой-то длительный период, понимаете, вот что здесь ситуация, то есть вот как бы если есть возможность избежать этого, то лучше избегайте. То есть если сейчас есть возможность не говорить лишнего, не говорите, ну вот прям вот так вот. Так, на что вы можете опираться? Смотрите, опираться вы сейчас можете на какие-то свои чувства, на свои переживания, даже у кого-то идет на чувство разочарования, да, знаете как, то есть если отношения, допустим, вот они должны как-то трансформироваться, или как бы, ну в общем, вот знаете, сложные моменты в отношениях, когда вам говорят, да, на что вы можете опираться? Вот сейчас просто проживите эти чувства, проживите то, что вы сейчас испытываете, пускай это не самое приятное чувство, но позвольте им пройти, прожить, потому что опять же, когда мы блокируем в себе боль, обиду, горечь, разочарование, да, и начинаем, допустим, вам больно в душе, а вы идете к человеку и начинаете с ним делать вид, что все хорошо, это обман, это обман, эти отношения, они просто, ну, это разрушительные отношения для обоих, рано или поздно они становятся токсичными, такие отношения, если вам больно и вы пытаетесь идти, выяснить что-то с вашим партнером, да, вы можете еще больше наломать дров, потому что из вот этой вот боли, то есть к чему вы можете прийти, к упрекам взаимным и еще большим скандалам, да, то здесь получается, что вам говорят о том, что вот сейчас ваше время просто прожить ваши обиды, прожить и отпустить их, да, в какой-то, ну, то есть позволить им быть, позволить себе быть капризной девочкой, позволить себе сказать, да, он действительно там несправедливо поступил, нехорошо и так далее, то есть, ну, как бы проживите это самостоятельно и отпускайте, и начинать, то есть, знаете как, когда мы подавляем эти чувства, мы их на самом деле не убираем, а мы с ними живем дальше, мы с ними живем дальше, мы как бы их прячем туда за спину и идем, а почему потом солнышко не такое светящее, да потому что у нас за спиной там обида есть, и поэтому солнышко не так светит, а когда мы не подавляем, не врем себе, а говорим, да, действительно, вот как бы в этой ситуации мне больно и обидно, и позволяем себе прожить, мы таким образом их проживая отпускаем, и идем, и солнышко снова светит, понимаете, вот вам сейчас время такое, что нужно прожить вот какие-то чувства, которые есть, прожить и отпустить их, понимаете, и идти дальше, уже когда вы проживете, отпустите, вы будете решать, да, была ли эта обида там настолько сильная на самом деле, или может быть она где-то зацепила какие-то другие травмирующие ситуации, и знаете, как иногда бывает, ты ссоришься с человеком, кажется, все, это конец мира, а потом через неделю, когда все прожил, ты понимаешь, да не так все и страшно было на самом деле, да, где-то просто, вот наложилась ситуация, одна, вторая, третья, и загустились краски, а на самом деле все не так страшно, то есть вы проживите вот эти чувства, которые есть, отпустите их, а потом будете дальше решать, настолько это было страшно, или не настолько, нужно общаться с этим человеком, или не нужно, понимаете, то есть опять нам даже здесь нам говорят о том, что не нужно ситуацию усугублять, не нужно здесь говорить лишнего, не нужно здесь доводить все до предела, а вот сейчас займитесь собой, своими переживаниями, то есть подлечите свое сердечко, да, позвольте себе поплакать, обидеться, а потом купите себе мороженого, купите себе красивое платье, цветочков, и живите, радуйтесь, а дальше оно уже все нам покажет, как жить дальше, Вот такой вот сегодня у нас был расклад, такой сегодня подсказочки для вас сегодня, я благодарю вас за внимание, пишите комментарии, давайте обратную связь, буду очень-очень вам благодарна, желаю вам хорошего дня, хорошего настроения, пока-пока!